Свалить или потерпеть? Свалить. Конор или Хабиб? Конор. Отепель или Заморский? Отепель. Эволюция или революция? Эволюция. Правда или жизнь? Правда. Честность или деньги? Честность. Озодлик или Фергана? Фергана. Провластный или оппозиционный? Оппозиционный. Консерватор или либерал? Либерал. Мент или милиционер? Милиционер. Город или природа? Природа. Навальный или Собчак? Навальный. Деспотизм или демократия? Демократия. Царь или хан? Царь. Нулевые или десятые? Десятые. Победа или участие? Участие. Неподкупные или продажные? Неподкупные. Упорядоченность или хаос? Сейчас хаос. Власть или клоунада? Сейчас клоунада. Бейс или тролль-уз? Тролл-уз. Бухара или Болония? Бухара. Блумберг или арт-хаджаев? Блумберг. Телек или ютуб? Ютуб. Ликванью или кимчины? Ликванью. Готов ли честно отвечать на все вопросы? Готов. Ты женат? Женат. Сколько тебе лет? 29. Какой ты национальности? Узбек. Кем мечтал стать в детстве? Художником. Кем стал? Троллем. Кем работаешь? У меня рекламный агент. Я там учредитель, директор. Какое образование? Высшая экономика сферы туризма. Бухаре-бакалавр. В Италии магистратура. В какой школе учился? Девятое. Школьное прозвище? В старших классах, кажется, называли меня Голова. Тебя когда-нибудь унижали, били? В школе, наверное, пару случаев было. Так, прям не припомню. Как относишься к людям, которые смотрят и не подписываются? Нормально. Ну, это их выбор. Я тоже на многие каналы не подписан. Дудя, допустим, смотрю, постоянно, но не подписываюсь. Веришь в мировой заговор или тайное правительство? Верил. Иногда... Иногда снова у меня такие мысли возникают, но смотри, я сейчас думаю, что реальная власть не у президента. Состоишь или состоял в тайном обществе? Нет. Масоны и иллюминаты — это реальная сила? Ммм... Ну, не обязательно, чтобы это были масоны, но, возможно, есть группа людей, которые влияют на нас. Ну, может, они себя масонами назвать. На каком уровне твоя грамотность? По какой шкале? По... Пятибалльной, наверное, на четыре. Есть самоцензура? Есть. У всех в Кузьминске есть и у меня тоже. Каких тем избегаешь? Религию, не стараясь не трогать. И прям углубляться в политику не... Ну, как бы не хочу. Я сам не политолог, поэтому... Как относишься к разрешению на оружие? В Узбекистане нет. Не готовы мы к этому. Критикуя, предлагаешь? Ээээ... Предлагаю, но не всегда. То есть, неправильно ждать от ресторанного критика, чтобы он построил свой ресторан. Или от кинокритика, чтобы он снял свой кино. Ты бунтарь? В жизни? Нет. Я спокойный. Если посмотреть на Тро Луз, скорее да. То есть, он так... У него такой образ. В чем твоя цель? Чтобы... Максимально во всех сферах, ну, по возможности, была справедливость. Ты сможешь что-то изменить? Один я, нет. Порочна система или люди? Ну, люди, которые создают систему, которая потом порочит этих людей. То есть, так, круговорот. Ты агент Госдепа? Нет, к сожалению. Я, к сожалению, говорю, потому что иногда хочется в Америку. Ты хейтер власти? Нет. Я иногда и хорошее публикую. Просто если есть промаж, если облажалась власть. Я пишу про это. У тебя есть дух? Дух есть миллионов, миллиардов, нет. Любая бизнес хороша? Смотря как посмотреть. Если все это официально, легально и другим бизнесам твой бизнес не мешает, то да. Если нет, то нет. Пишешь заказные статьи? Нет. Реклама есть, но это не заказные статьи в плане политического характера. Пользовался Таноч Брёс? Да, все пользовались. Давал взятку? Давал, ну, наверное, максимальная сумма, там, до 50 тысяч, когда справку нужно взять, какой-то там, ну, не знаю, документы какой-то можно получить быстрее. То да, давал. Это плохо. У тебя есть друзья или знакомые из чиновников высшего уровня? Знакомые есть, но я с ними знаком после того, как Тролус начал становиться популярным. Они, ну, как-то просто познакомились, они там, на каких-то встречах, здороваемся, вот я вас читаю. У них есть иммунитет? Нет, иммунитета у них нет. Тебя прикрывают? Крыши нет. Крыша, наверное, это правда. Ну, я стараюсь писать правду, и вообще многие журналисты стараются именно, ну, исходя из своих возможностей. Твои принципы? Быть честным, в первую очередь, к самому себе и к окружающим. Переступал через них? Возможно, там, какие-то, ну, всегда жить по принципам сложно, очень сложно. Ты честно платишь налоги? Да. В Узбекистане СМИ независимые? Нет. Самые лучшие СМИ в Узбекистане? Самого лучшего, я не знаю. Есть хорошие, погоди-то Уз, Анхор, Кум, Уз, но там есть, конечно, недостатки, но все равно не хватает вот этой независимости. Наши СМИ это фейк-ньюс и пропаганда? Если государственные, то да. Самый лучший журналист в Узбекистане? Ой. Журналисты, которых я читаю, это Никита Макаренко. Опять-таки, это Лоо Ислаун, Анхорус. И узбекских, ну, узбекских много, они же, знаю, вот, прям по именам я бы не выделил. Ну, они стараются, ну, да, посевкунусь много. Телек мертв? Давно. Я в последний раз включал телевизор, не знаю, несколько лет назад. А, хотя нет, я часто включаю, чтобы в плейфэшн поиграть. Ты диванный критик? Нет. Хайпишь тебя на чужих ошибках? На ошибках конкретных личностей нет. Так, если эта ошибка касается государства, страны и людей, то да, допустим, если... Ну, вот, Люльзу Сманова недавно, да, там, шкандал, я про нее ничего не писал. Почему сам не идешь во власть? Я еще не готов, Тарас. Во-вторых, если я вот сейчас приду к власти, там, депутатмус там, так далее, ничего не поменяется. Для этого нужно, чтобы массово изменились. Да, вот эти кадры старые ушли, новые пришли. Но у нас проблема с кадрами есть. Конспекты, это прошлый век? Да, да, конспекты. Ну, если ты для себя хочешь конспектировать, и ты так легче запоминаешь, то окей. Ну, а если тебя принуждают, то это ужасно. Часто задеваешь чьи-то чувства в постах? Чувства чиновников очень часто. Личная жизнь табуированная тема? Ну, я ее не афиширую. Счастье любит тишину, наверное. Чем помогаешь пострадавшим от сардабы? Ну, мы организовали сбор. Сейчас, вот, на данный момент 11 тысяч долларов собрали. Кстати, вот, если вы хотите помочь, переходите по ссылке. У меня есть от Роуз, ссылка, GoFundMe. Как относишься к презумпции невиновности? Она должна работать, и ей не должны злоупотреблять. Ты совесть нации? Нет. Почему ты извинился от лица всех? Сардабу? Я не изменялся... Не изменялся. Я не изменялся от лица всех. Я там в конце написал, у микрофоров. Просто в Роуз я часто пишу мы. Многие потому что думают, во-первых, ну, что там команда работает. И я не люблю я-я всегда писать везде. Я-я-я. Это как-то немного тщеславное увеличить. Поэтому я не написал. Справедливость восторжествует? Если все так же будет продолжаться, я боюсь, что нет. Ты правдоруб? Да. Законы созданы, чтобы их нарушать? Нет. Законы должны работать. Но не все следует этим. Пора водить? Я не исключаю этого. То есть, вполне возможно, что в какой-то момент я просто мне надоест, вот, и я уеду. Совершал жертвоприношение? Лично я? Нет. Но семейно, на Курбамбайрам, там, да, было. Ты националист? Нет. Патриот? Да. Родившиеся и живущие в Узбекистане обязаны знать узбекский язык? Не обязаны, но это было бы хорошо, если бы они знали в Узбекистане. Ну, для этого нужны ресурсы, которые могут помочь ему изучить Узбекистане. Сейчас таких ресурсов практически нет. Служил? Нет. Почему? Ну, я учился, во-первых, и, во-вторых, вообще никогда не стремился служить. Я считаю, что я больше пользы принесу стране в интеллектуальном плане, чем физическом. кто, если хочет служить, пожалуйста. Но, допустим, я не понимаю месячную службу. Что это вообще за деньги, да, вот это? Ну, это превратилось как этот бизнес, непонятно. Веришь в гороскопы? Нет. В Бога? Верю. В инопланетян? Да. Я думаю, что они есть. Где-то далеко, но он должен они быть. Сколько тратишь денег в месяц? Если убрать бизнес, то, наверное, больше 500. Если бизнес плюсовать, там уже, блин, суммы разные. То 5000 может быть. Сколько зарабатываешь? Опять так, если брать бизнес, у нас 2-3 тысячи в месяц, наверное. Сколько стоит интеграции? На Troll Loss 250 долларов. Поступки, за которые тебе стыдно? Опять так, если брать Troll Loss, были моменты, когда что-то неправильно опубликовал или поспешил с выводами, и тогда приходилось удалять и извинялся за это. И да, за это было стыдно. Носишь ли ты с собой средства самообороны? Ножи, пистолеты? Нет. Телефон в случае чего позвонить, написать, что вот меня забирают. Помогите. Не боишься преследований? Ну, я уже принял этот факт, что за мной следят. И уже к этому отношусь нормально. Тебе угрожает? Прямо таких угроз от допустим, от чиновников или от органов нет. но бывает, если я видел какого-то там, не знаю, певицу или какого-то чиновника, его сын может написать, типа, тебе проблемы не нужны, мы можем встретиться и так далее. Такие бывают. Пишут, не обращаю внимания. Ты чувствуешь себя в безопасности? Нет. Муж и жена одна сатана? Вот если на нас посмотреть, мы очень похожи, у нас характеры похожие, мы можем, я могу начать фразу, она может закончить, то в этом плане да, мы очень одно целое. Но вот эта фраза мне не нравится, одна сатана. Сатана, блин. Не очень хорошее слово. Рыба гниет за головы? Да. От переменной сумм слагаемых сумма не меняется? Не меняется, но возможно поменяется отношение к этой сумме. В споре побеждает истина? Побеждает... Должна побеждать истина, но не всегда это бывает так, к сожалению. Есть ли плагиат в твоем творчестве? Осознанного плагиата нет. Ну, возможно, я чисто на, не знаю, бывает, что что-то сделал, а это уже, оказывается, есть. бывало такое. Как относишься к лесбиянкам и гейм? Нормально, пока... Вот мне фразы нравятся, пока их четное количество. Это болезнь? Скорее всего, да. А оказавшись перед президентом, что скажешь? если перед нашим президентом, я спрашиваю, когда же поменяется команда и... ну, как бы, она давно уже работает, нужно уже новые лица. в чем сила, в чем сила, брат? Сила справедливости. Правда, ну, правда, такое, знаешь, понятие расстежимое. Если тут нарисовать 9, с другой стороны это будет 6. Вот эта картинка из Аниты. Поэтому у каждого правда своя, я считаю, что справедливость должна быть. Ты принц? Мне не нравится, кстати, твоя рубрика, как называется, принц Ташкента. Но есть ташкент и принцы. Пару таких не все знают.